Мы уходим от реальности с помощью опьянения. Приемлем ли такой способ жить? Когда мы спрашиваем, является ли что-либо правильным или неправильным, мы задаем вопрос с точки зрения морали. Я не смотрю на жизнь с точки зрения морали. Для меня вопрос заключается лишь в том, работает это или не работает. Поскольку, как только мы пришли сюда в качестве жизни, то каждая жизнь, не только человеческая, любая жизнь, стремится стать полноценной жизнью. Да? Червяк хочет стать полноценным червяком. Насекомое хочет стать полноценным насекомым. Дерево хочет стать полноценным деревом. И, конечно, человек стремится стать полноценным человеком. Мы знаем, что такое полноценный червяк, полноценное насекомое, полноценное дерево, однако мы не знаем, что такое полноценный человек. Кем бы вы ни стали, у вас все равно сохраняется желание стать кем-то большим, не так ли? Таким образом, очевидно, что вы не знаете, что такое полноценный человек. Когда вы даже не знаете, что такое полноценный человек, откуда у вас будет время, чтобы усыплять себя? Понимаете, любое опьянение означает, что в некотором роде вы пытаетесь усыпить жизнь. Тот, кто знает, как управляться собственными мыслями и эмоциями, если бы вы знали, как поддерживать свои мысли и эмоции так, как вы хотите, вы бы поддерживали себя в состоянии блаженства, или в напряжении, или в несчастном состоянии? Скажите мне, Если бы ваши мысли и эмоции вслушались в вас, вы бы естественным образом выбрали находиться в максимально приятном состоянии? Вы бы выбрали это, верно? Если бы вы пребывали в состоянии своего наивысшего опыта, захотели бы вы усыпить его с помощью алкоголя или наркотиков? Нет. Итак, сейчас ваш ум находится в состоянии, которое причиняет вам огромное количество стресса и страданий. Вы хотите расслабиться, хотя бы в конце дня. Если вы будете пить в течение всего дня, на вас повесит известный ерлок. Поэтому, по крайней мере, когда вы придете домой... Месяц назад в Нью-Йорке я встречался с большой группой людей. Я спросил их, «Как вы думаете, сколько процентов жителей Нью-Йорка могут провести один вечер спокойно, в умиротворении, даже не в состоянии экстаза, а просто умиротворенно, не выпив при этом ни одного бокала вина? Я считаю бокал вина минимальной дозой». Они немного обсудили это между собой и ответили, «Пять процентов». Пять процентов людей могут спокойно провести вечер без бокала вина. Я был в Лондоне среди довольно известных людей. Я спросил их, «Сколько процентов людей в Лондоне могут спокойно сидеть, не выпив хотя бы бокал вина?» Они ответили, «Менее одного процента». Я говорю, что весь мир идет к этому. Знаете почему? Просто потому, что человеческий интеллект сейчас активен, как никогда. Никогда ранее в истории человечества так много людей не могли думать сами за себя. Ранее священники, ученые, святые книги, гуру, кто-то другой думал за вас. Вам думать не полагалось. Во многих культурах, если вы начинали думать, вам отрубали голову. Если вы думали сами, выходя за пределы того, что было в книгах того времени, обычно такому человеку отрубали голову, потому что в таком случае он был помехой. Да или нет? Однако впервые в истории человечества сейчас самостоятельно думают больше людей, чем когда бы то ни было. Если вы начинаете думать самостоятельно, то вы не сможете принять что-то, если это не будет логически верным. Не так ли? Что-то приходит к вам, и вы не можете это проглотить и переварить, если в этом не будет смысла. Не так ли? Даже самые жаркие споры. Вы, наверное, видели дебаты кандидатов в президенты. Для участника этот ожесточенный спор имеет смысл. Да или нет? Например, дома муж и жена спорят друг с другом. Каждый из них считают точку зрения другого абсурдом, но внутри каждого из них то, что они говорят, имеет смысл. Не так ли? Так что, если что-то не является логически верным, вы не можете это проглотить. То, что сейчас происходит в мире, что уже произошло с вами ранее, и теперь происходит с молодым поколением, в гораздо большей степени. Небеса рушатся. Это не какое-то мелкое происшествие. Рушатся небеса. Это поколение людей. Хотя для них все уже и обрушилось, они все равно пытаются сохранить это. Но говорю вам, ваши дети обрушат небеса, если те еще не обрушатся к тому времени. Потому что... Что там на небесах? Давайте разберемся с этим. Например, в рай для индуистов очень хорошая еда, а также напитки. Так что, если вы любите поесть и попить, вам нужно отправиться в рай для индуистов. Это лучшее место, где можно поесть. Сам Нала будет вам готовить. В другом раю девы в белых одеждах парят в облаках. Если вам нравится такая атмосфера, вам туда. Еще в одном раю проблема с девственницами. Правда, выпить там будет нечего. Так что, если вам нравится подобное, тогда отправляйтесь туда. Но скажите, как вы туда отправитесь? С помощью какого GPS можно попасть на небеса? Однажды, в воскресной школе, в Алабаме, учитель вел урок. В тот день он был в ударе. Он выступал не перед взрослыми, перед маленькими детьми, но это его не смущало. И он проповедовал с энтузиазмом. И вот в разгар всего этого учитель спрашивает детей, что вы должны сделать, чтобы попасть в рай. Встает маленькая Мэри и говорит, если я буду чистить пол с церкви каждое воскресенье, я попаду в рай. Учитель говорит, безусловно. Другая маленькая девочка встает и говорит, если я поделюсь половиной своих карманных денег с моей подругой из бедной семьи, я попаду в рай. Правильно. Встает маленький мальчик и говорит, если я буду помогать нуждающимся, я попаду в рай. Точно. На заднем ряду встает маленький Томми и говорит, сначала нужно умереть. Таковы требования. Сначала нужно умереть. Когда вы умрете, то в зависимости от вашей культурной принадлежности вас либо сожгут, либо похоронят, либо оставят птицам. С вами сделают что-то одно из этого. То, что вы называете своим телом, лишь часть этой планеты. И лучше всего отдать его обратно, когда все будет кончено. Когда вы закончите использовать это тело, вам нужно вернуть его в землю. Это самый экологичный способ. Поэтому очевидно, что когда вы отправитесь на небеса, тела у вас не будет. Если у вас не будет тела, что вы будете делать со вкусной едой и девственницами? Ничего. В этом нет никакого смысла. Поэтому я и говорю, что в следующие 25-30 лет все небеса обрушатся. Они уже обрушились в головах большинства людей. Предыдущее поколение, возможно, активно думало о том, чтобы попасть в рай. А вы... Вы знаете, что никуда не попадете. Но немного боитесь признать это. Следующее поколение будет активно отказываться от этой идеи. Да или нет? Ваши дети совершенно точно отвергнут эту идею. Так что небеса обрушатся. Небеса могут обрушиться, но человеческое стремление испытать нечто большее не исчезнет. Когда это желание испытать что-то более значительное становится сильным, обычно мы справляемся с этим так. Не переживай. Сейчас ты несчастен. Но если сегодня вечером не будешь пить, когда попадешь на небеса, тебя там будут ждать реки вина. Даже не бокалы. Там текут целые реки. Так что эта надежда, когда она рухнет, что уже происходит, через 25-30 лет она исчезнет окончательно. Когда это произойдет, тогда люди, люди переключатся на употребление различных химических препаратов в большом количестве. Уже сейчас это огромное движение во всем мире. Так что сейчас, это не вопрос морали. Так обстоят дела на самом деле. Посмотрите мне в глаза, и вы увидите. Я всегда опьянен. Я никогда не употреблял никаких веществ, но я всегда под кайфом. Все мы сидим в одном зале, дышим одним воздухом, возможно, едим ту же еду. Но в данный момент то, что я переживаю внутри себя, я не обменяю ни на что на свете. Вы можете предложить мне весь мир, я не совершу с вами сделки, потому что это нечто гораздо большее. Потому что человеческий опыт происходит изнутри. Если вы возьмете это под свой контроль, вы сделаете свой жизненный опыт таким, как захотите. Если не возьмете, тогда вы будете испытывать опьянение от случая к случаю. Если выпивка сработает, вы становитесь счастливыми, в противном случае с вами происходит что-то еще. Если же вы возьмете под свой контроль основу своих переживаний, вы естественным образом будете создавать для себя наиболее приятные переживания. Так что дело не в выпивке и не в наркотиках, а в том, взяли ли вы контроль над своей жизнью или живете по воле случая. Если вы живете по воле случая, тогда тревога для вас станет естественным состоянием. Если вы чувствуете беспокойство и тревожность, вы хотите усыпить свою жизнь хотя бы в конце дня, если же это невозможно, хотя бы на выходных немного. Величайшая вещь в вашей жизни предполагается, что люди должны быть вершиной эволюции на этой планете. Да? По сравнению с любыми другими созданиями, мы должны быть вершиной эволюции. На этой вершине эволюции одно из того, что с нами произошло. С точки зрения физиологии, мы не такие крепкие, как другие создания. Да? Величайшая вещь, которая с нами случилась, это то, что наш интеллект расцвел. Если наш интеллект расцвел по-настоящему, тогда мы должны, по крайней мере, знать, как сделать это абсолютно прекрасным и приятным. Не так ли? Если интеллект расцвел, если вы хотите создать мир таким, как вы хотите его видеть, разве не важно, чтобы вы, по крайней мере, могли создать самого себя таким, как хотите? Даже внутри вас не происходит того, что вы хотите. Как же это произойдет с вашей жизнью? Для большинства людей речь даже не о том, что их жизнь не происходит так, как они хотят. Даже их ум не ведет себя так, как они хотят. Вот источник всех их страданий. Однажды одна женщина легла спать. Она легла спать, и ей приснился сон. Во сне она увидела, как один крупный мускулистый мужчина стоит и пристально смотрит на нее. Затем он стал подходить ближе, ближе, ближе. Он приблизился настолько, что она даже могла ощутить его дыхание. Она все начала дрожать. Нет страха. И затем спросила, что ты будешь со мной делать? Мужчина ответил, ну, дамочка, это же ваш сон. То, что происходит у вас в голове, это ваш сон. Даже ваш сон не происходит так, как вы хотите. Вот в чем проблема. Если бы ваш сон сейчас происходил так, как вы хотите, нужна бы вам была выпивка. Это может сделать столько для вас. Вам не понадобится помощь извне. Если бы только ваш сон мог быть таким, как вы хотите, смогли бы вы сидеть здесь и создавать для себя абсолютное блаженство. Да или нет? Да. Даже ваш сон не происходит так, как вы хотите. Вот в чем дело. Даже эта машина снов не подчиняется вам. Поэтому единственный выход — убить ее. Нет-нет, именно убить. С помощью употребления опьяняющих веществ вы пытаетесь ее убить. В каком-то смысле вы пытаетесь убить ее, не так ли? Усыпить. В плане эволюции это шаг назад. Когда, скажем, 90% населения планеты начнет употреблять алкоголь и наркотики, вы увидите, что в следующие 15-20 лет, если мы делаем что-то существенное, тогда это может измениться. Иначе вы увидите, что через 60-70 лет 90% населения будут употреблять те или иные препараты. Предполагается, что 70% населения США сидит на рецептурных препаратах, а 30% покупают их подпольно. Три основные индустрии на планете, крупнейшие индустрии. На первом месте производство оружия и военной техники, на втором — фармацевтика, на третьем — производство алкоголя. Вы производитель или потребитель? Алкоголь. Третий по величине — индустрия. Первое. Первое ведет вас к смерти. Второе — делает вид, что пытается вас вытащить оттуда. Третье — это смерть на 100%. Это — три самые большие отрасли на планете. Больше, чем производство продуктов питания. Можете себе представить? Выручка от производства продуктов питания по всему миру в конце 2015 года составил 7,5 триллионов долларов. Фармацевтическая индустрия — 7,2 триллиона долларов. Сейчас, я думаю, они уже обогнали. То есть, мы употребляем лекарств больше, чем продуктов питания. Мы сошли с ума или как? Определенно мы сошли с ума. Не так ли? Так что, возможно, через следующие пять лет уже и алкогольная промышленность станет больше продовольственной. Это означает, что мы определенно сошли с ума. Не так ли? Так что, речь не о том, почему бы мне не наслаждаться. Если вы по-настоящему хотите наслаждаться этой жизнью, потому что вы хотите наслаждаться не выпивкой. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вы хотите наслаждаться своей жизнью. Не так ли? Если вы хотите наслаждаться этой жизнью, я научу вас тому, как быть совершенно опьяненным и в то же время сохранять абсолютную ясность и бдительность. Как вам такое? Посмотрите на меня. Я все время опьянен. Но если вы хотите, я могу стать таким в любой момент. Я могу. Вы меня еще не видели. Я могу стать абсолютно опьянену в любой момент, потому что я постоянно осознан. Вот что должно произойти с человечеством. Не так ли? И каждый человек способен на это. Просто они никогда не обращали своего внимания в этом направлении. Вот и все. Они выбирают дешевое решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.